...которые собираются украсть землю, банки нас уже обокрали, застройщики нас обокрали. Следующий этап это был, что украдут у нас землю. Это уже скоро, украдут страну. В свое время Путин по поводу подводной лодки говорил, что она утонула. Наши руководители будут на вопрос, что случилось в Украине, будут говорить, что она продана. Вместе с нашим жильем, вместе с нашей землей. Так что организуем инициативную группу, внимательно смотрим, у кого там завалялись матрасы, неэкономим денежки, покупаем палатки и пытаемся организовать третий Майдан. Другого пути в Украине нет! Мы с вами идем, помахайте. Победы нам с вами. Кандалак. Извините, что я отбил у вас эту женщину. Майдан. Металя 2. Пусть в югород. Пусть в югородном диле. Металя 3. Водители будут плачивать, что вы ушукали. Пусть в югородном диле. Металя 2. Вышук открыт. Этот мешок не отобьет, он специально для сахара, чтобы воду натягивал, чтобы тяжелее было. Возьмите, видите, в дальнейшем, кафе, кафе, кафе. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 У них нет больше денег, они передали все вам, в том числе. Застройщики сегодня могут бросать стройки, и правоохранительная система правильностью покрывает каждого из застройщиков. Эти все застройщики избегают наказания, их покрывает в том числе и прокуратура. Я бы очень хотел обратиться сейчас к Радошапка, потому что это новый прокурор, который сегодня как раз должен заниматься решением этой проблемы. Где те застройщики, которые создали эти турки, собрали с нас деньги на тех услугах, которые дали, поколили, и сделали решение на строительство. Были все документы, и после этого, когда мы заплатили деньги, застройщикам дали возможность продать площади, и эти стройки объявили незаконными. Почему министры раздают ключи в стройках, как это на ЖК Денисского чемпиона, а после этого стройку назвали незаконной и остановить? Почему? Последний бой, Ильчон. И инвестором является как раз я работала государственная программа. Пока тут отправляли с КНД специально нуждающихся в доступном житле. И люди вынуждены оплатить в том числе в этой программе 70 на 10 за квартиру. А сегодня эти дома остановлены. Мне нравятся ваши цепи, вот эти легенькие такие. КНД всячески пытается уничтожить эти документы, где они подписывали с застройщиками. И застройщики обязывались достроить эти дома и сдать эти дома в сроки. Вот это кто придумал мешки вот эти. Почему сегодня на объектах застройщики продолжают даже на арестованных домах, где возбуждены уголовные дела, правоохранители покрывают. А застройщики продолжают продавать квартиры даже в тех секциях, где они построили без каких-либо разрешительных документов. Почему мы обращаемся в правоохранительную систему, а нас игнорируют. Все заявления, которые мы подавали, пытаются годами вылечить и спрятать. Где правоохранительная система, которая должна привлечь к уголовной ответственности как раз застройщиков и коррумпированных чиновников. И застройщики продолжают. Мы заплатили деньги, почему деньги разделены между государством и застройщиками. Слава, кто не выполняет обязательства, ни застройщики, ни государства. А что в нем жарко, да? Жарко, да? Да, в Алжавии очень жарят, страшно, не очень жарят. К вашим словам, да, у меня еще предложение такое, что, Артем, пожалуйста, сегодняшняя акция, все видели, акция была очень большая, и она для всех, и для Кабмина, и для Зеленского, она видна была, правильно? Вот, и поэтому я предлагаю Артему, чтобы мы все ему предложили, чтобы где-то, я считаю, что через месяц назначить следующую ходу. Такой месяц, неделю! Завтра результат! Обожите, сейчас обсудим, раньше, значит раньше. Пожалуйста, обожрите. Но то, что ее следующую уже сейчас нужно, слышишь, Артем, да? Сейчас уже, послушайте, объявить, поскольку для, вот сегодня вышел человек, вот, ну понятно, что он с администрацией, но даже он должности никакой не имеет. Бомжик! Бомжик! Бомжик!